Это не просто шаверма, это барбекю шаверма. Ребят, сегодня пятница, это новый выпуск хайпового бизнеса. Сегодня мы снимаем про самую топовую тему. Самая топовая тема, это, конечно же, как открыть свою шаверму. И мы приехали к ребятам. У меня была цель найти предпринимателя, который может рассказать, как устроен бизнес по шаверме. Я его нашел, я сам обыскал весь интернет, я связался в ВКонтакте. Поэтому, как устроен бизнес по шаверме? Почему она сейчас розовая, не обычный цвет лаваша? Это вы узнаете в этом выпуске. Ну что, они, мы немного дальше, я пошел. Девочки приходили покушать шаверму с треской, и у них были синие губы, синие зубы. Сидел, они говорят, вкусно, но зубы синие. Если мне заходили и говорили, вот там 160, я говорю, идите кушайте за 160. Так, я вас знакомлю с Владом, мы находимся напротив его шавермы. Необычный формат шавермы, это не такая привычная точка, как мы обычно видим там где-нибудь на рынке или где-то еще. Поэтому давай расскажи немного о себе, как ты к этому пришел, сколько ты лет уже занимаешься, сколько у тебя точек сейчас твоей шавермы и чем твоя особенность? Начнем с того, что идея пришла давно, еще лет, наверное, 5 назад я еще учился в университете. Но меня смутило то, что в Петербурге, несмотря на огромный город, то есть очень мало хороших мест, где можно вкусно, безопасно, то есть чисто поесть, чтобы все было вот красиво и правильно. 5 лет назад у меня возникла эта идея о том, что в Питере нет такого формата, где готовят мясо, не свертели. И я пришел к Антону и говорю, Антон, слушай, есть такая тема, давай сделаем. Вот, он такой говорит, да ну, да ну, что-то неинтересно. А потом как-то я начал уже уходить в закат карьеры по фехтованию. Антон начал меньше ездить, и мы такие, ну давай, все. Я пришел к нему второй раз, и говорю, давай все-таки сделаем, давай вдвоем, потому что, говорю, ну одному тяжело. Спустя там полгода мы позвали еще одного нашего друга, партнера Дмитрия. То, чем мы занимаемся, у нас такой больше уже ресторанный формат, мы делаем все мясо на углях, поэтому здесь как бы процессы усложняются. То есть мы берем изначально сырье, изначально хорошего качества, стараемся фермерское всегда брать, все это дело маринуем, все это дело сами жарим и, соответственно, нарезаем и заворачиваем, соответственно, шаверму. То есть такого формата в Петербурге не было, и мы, условно, первые, кто зашел с таким форматом в Петербург. То есть она у тебя поэтому называется барбекю-шаверма, да? Поэтому она и называется барбекю-шаверма. То есть классического вертеля, который обычно у всех... Ничего не используем, да, не классического вертеля, вот, потому что и готовим мы и курицу, и свинину, и треску в голубом лаваше, опять же, делаем. И мраморную говядину готовим, и, соответственно, еще вегетарианскую вот запустили, кстати. Итого по времени получается у тебя два года, да? Два года. Два года. Потратить средства, чтобы вот открыть подобную шаверму. Смотри, это очень интересно. В самом начале, на старте у нас не было никаких инвестиций. Это было очень сложно, и мы на эту точку потратили около трех миллионов. Эти три миллиона, они исходя просто из того, что у тебя были какие-то ошибки, которые ты допускал? Да, ошибки, огромные ошибки. Ошибок, да, там мы насчитали где-то на полтора миллиона ошибок. Первое, что мы заехали, мне очень понравилось место, но здесь не было вообще никакого ремонта. То есть оно было никак не предназначено для общепита. Мы все делали под нормы, мы все сами делали. Только сам проект при планировке стоил почти там сто сто пятьдесят тысяч рублей. Вот на душу легло, и мы решили, что мы будем это делать. Так, а здесь же нет проходника, это даже от метро, от станции метро очень далеко. Мы рискали рядом со студентами, и получилось так, что студенты оказались прямо над нами. То есть это курсанты военно-морского корпуса. Ну и мы думаем, что сейчас начнем, будем кормить курсантов, будет все здорово. Ну, в принципе, так и получилось. То есть первое время только курсанты у нас покупали, потому что люди не знали. А потом уже начали подтягиваться близлежащие бизнес-центры, начали подтягиваться горный университет, опять же, СПБГУ. А на что еще было потрачено ненужные деньги, ошибки какие были допущены? Ну, маркетинг очень много ненужного. А что у них? Ну, я, например, изначально сразу нанял маркетолога, который, в принципе, максимально не справлялся. Еще из ошибок, наверное, оборудование. Оборудование, планировка оборудования, ну и фудкост, естественно, да, это самое большое. То есть когда мы только начинали, мы покупали продукты по заоблачным ценам. Аж даже страшно вспоминать, честно говоря, потому что... То есть сейчас мы работаем, у нас там своя система снабжения, да, там полгода назад мы работали с поставщиками. То есть мы каждый-каждый раз понижали цену не за счет уменьшения качества продукта, а за счет просто поиска приемлемых поставщиков. И в итоге пришли к своей системе снабжения, что мы сами как бы ездим, сами закупаем, наняли человека, который сам все это делает, занимается закупками. Это Антон, он мне покажет сейчас, собственно, саму зону. Так готовят мясо, как ее заворачивают. Ну и заодно посмотрим, как оно устроено изнутри здесь. Привет. Так, ну что, рассказывай, что здесь есть. Здесь именно уже окончательный процесс готовки шаверну происходит, то есть сбор и скручивание. Сколько человек вообще должно работать здесь, получается, на кухне у вас, да? Это сама зона готовки, да, здесь? Да, это зона готовки. Здесь у нас работает три человека. Один человек занимается жарким мясом полностью, и два человека занимаются уже сбором шаверны непосредственно. И администратор, который принимает? Ну да, кассир и администратор. Ну, то есть вот он сам, тот гриль, который, собственно, стоил 300 тысяч рублей, да? Ну да, тут суть как бы даже не в нем самом, а в оборудовании, которое идет противопожарное. У вас эта зона, получается, барная сама готовки клиентов. Есть еще зона, которая... И делаются заготовки, собственно. Собственно, делаются сами заготовки. Вообще, на самом деле, в бизнесе по шаверме, я не думаю, что здесь там должно быть что-то глобального. Для меня даже новость в том, что здесь есть зона автоматизации. Но самое важное, что есть раковина, есть холодильники, есть гриль. Это все, собственно, формирует саму шверму, да? Да. Есть монитор заказа для повара. То есть это когда берется заказ, он смотрит сюда? Ну да, то есть автоматом после того, как на кассе заказ пробит и оплачен, он прилетает сюда, и повар уже видит, что готовить. Это ускоряет процесс. А сколько всего, получается, по деньгам стоила эта вот зона автоматизации? Ну, где-то, наверное, около 100 тысяч. 100 тысяч рублей. Это, получается, телевизор, это... Это только программа, да. Только стописного программа? Да, программа именно, которая уже координирует кухню и бары. Разрабатывали с нуля или это готовое решение? Слушайте, ну это... Нет, естественно, это все разрабатывалось с нуля, но не для нас. То есть это новая система автоматизации. То есть она позволяет объединить заказ там, вместе сюда, и дублируется здесь номер. Да, и еще она отправляет его на кухню. А как вообще люди, которые вот начали приходить сюда, они же привыкли к обычному формату шавермы, там, вертель, мясо. Как они отреагировали на вот изменения этого? Ну, смотри, вот первая проблема, наверное, даже можно сказать, что с которой мы столкнулись, люди приходили, говорят, что у вас шаверма стоит 200 рублей. Вот. Она вот там вот, через два дома, она стоит 160. Я сначала первое время пытался оправдываться, говорить, да, ребят, вы что, у нас же мясо фермерское, мы его вот прям при вас на углях готовим, при вас его нарезаем, заворачиваем. Вот классный, крутой продукт, типа, возьмите, попробуйте. Вот. Они такие, ну, 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 наверное, наверное. Потом я перестал этого делать. А если мне заходили, говорили, вот там 160, я говорю, идите кушайте за 160. Но я понимаю уже маржинальность, я понимаю, какое сырье используется там, какое сырье используем мы. То есть для сравнения это колоссальная разница. С учетом опыта, сколько, получается, нужно денег для того, чтобы открыть подобную сырье? Ну, вот смотри, мы открыли, ну, как бы здесь далеко не надо ходить, в Чернышевскую мы открыли за полтора. Полтора миллиона, то есть? Уже, уже под ключ, уже чисто, она уже начала работать и приносить прибыль. Средний чек где-то получается плюс напиток, плюс какая-то закуска, где-то получается 300-350 рублей. 350 рублей, это получается большая шаверма, да, такая? На полкило. Какая себестоимость ее, сколько ты на ней зарабатываешь на одну шаверму? Себестоимость плавает постоянно, в зависимости от сезонности продуктов, но в среднем где-то, наверное, наценка составляет где-то 200-250 процентов, что низко для ресторана. У тебя из 200 рублей одной шавермы, да, получается, она где-то себестоимостью рублей 50, да, выходит? Побольше, побольше даже. И сколько, получается, тебе удается зарабатывать в месяц на шаверме? С двух точек, да, вот сколько ты зарабатываешь? С двух точек. Чернышевская, она отработала полгода, она месяц назад вышла в ноль. То есть вот она месяц назад вышла в ноль, и сейчас она уже показывает хороший прирост. То есть порядка, наверное, 400-450. Это чистыми или это общее? 400-450, общими. Ну, типа чистыми, чистая выручка здесь, ну, то есть порядка двух миллионов с точкой получается. А проходняк вообще, как думаешь, увеличил бы твою выручку? Смотри, опять же, очень важный момент здесь надо сказать, что вот про эту точку. Если бы мы изначально взяли бы место дороже и взяли бы место на проходняке, скорее всего, мы бы прогорели. Мы бы не справились с потоком людей. Люди бы приходили, разворачивались бы и уходили, потому что мы были не готовы, потому что и ошибок было очень много. У нас была ситуация, когда мы только запустили цветные лаваши, и у людей из-за того, что нас поставщики обманули и сделали некачественный лаваш, у нас там девочки приходили покушать шаверму с треской, и у них были синие губы, синие зубы, и нам было очень стыдно за это. И мы понимали, что в какой-то момент мы давали там сертификат и говорили, ребята, пожалуйста, только возвращайтесь, будет обсудим. И он говорит, вкусно, но зубы синие. Вначале была ошибка с поиском маркетолога. Сейчас ты какие-то деньги вкладываешь в маркетинг или нет? Да. А в какие инструменты ты сейчас поддашь маркетинг? Ну, смотри, мы сейчас активно работаем с Инстаграмом. Инстаграм, 2GIS, Google, Яндекс. Мы анализируем все отзывы, которые есть. Опять же, мы смотрим статистику. Ну, плюс таргетированная реклама, плюс блогеры. Ну, в месяц у нас в среднем выходит где-то порядка 150, наверное. 150 тысяч рублей, да? 150-200. То есть, есть сама шаверма, а есть еще дополнительный чек. Что еще дальше формирует дополнительный чек? Напитки, добавки. В обед у нас с 12 до 6 есть бизнес-ланч, мы делаем классный крем-супа. Вы добавили, получается, напитки, морсы. Морсы сами делаете? Да, морсы сами делаем полностью из натуральных ягод. То есть, морсы, есть дополнительная вода, есть алкогольные напитки, которые... Кстати, что касается алкогольных напитков? Есть пиво. На него нужна какая-то лицензия или не нужна? На пиво нет, лицензия не нужна. То есть, это просто документально в другой системе делается и все. Какую, кстати, больше всего часто покупают? Все-таки в лаваше, в пите или в тарелке? В лаваше. Лаваш-то больше как классика, да? Ну да, все приходят за шавермы, шавермы в понимании в лаваше завернутые. Давай еще пройдемся по залу немного. То есть, получается, что есть столы, есть зона гостевая. В целом, здесь общая квадратура получается зала сколько? Я не ошибаюсь, около 60. 60, плюс кухня получается квадратов. Примерно так же. Заготовки, да. Все в целом есть, это около 140 квадратов. Насчет доставки, я смотрю, что пришла Яндекс.Еда. Насколько часто люди пользуются доставкой? Около 20 чаков в день эту доставку. А средний чек какой у них? Это одна шаверма или больше? Нет, это больше. У них средний чек, я думаю, где-то рублей 800-1000. То есть, ты расцениваешь как доставку еды, все-таки, как необходимость подключать такие сервисы? Да, конечно, но это дополнительный доход, то есть, плюс, как бы, достаточно удобно с ними сотрудничать. От нас просто требуется приготовить заказ и все. А сколько стоит квадратный метр вот здесь? Чуть больше 1000 рублей. 1000 рублей. Ну, дешево. То есть, из-за того, что площадь большая, то есть, квадратный метр дешевле. И ты разделил ее на несколько зон. У тебя есть зона готовки, да, то есть, гостевая, есть зона хранения. Да, вообще, изначально мы пришли к формату, что нужно делать все через производство. Мы не делаем ресторана, чтобы готовилось прямо здесь на точке. Например, там, те же самые заготовки. Но это только овощей касается, овощей, наших собственных соусов и так далее. Мы не доверяем другим поварам. То есть, у нас есть там 2-3 повара, которые все это делают. А, получается, на другой точке человек просто это все миксует? Да, он все это миксует, заворачивает, да, 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 да. Интересный формат следующий. Это общепит. Соответственно, есть какие-то санитарные нормы и, скорее всего, проверки, скорее всего, какие-то сложности с точки зрения юридических всех этих моментов. Как с этой составляющей обстоят дела? Несмотря на то, что все очень пугают и пожарными, и санитарными нормами, ну, то есть, и распотребнадзором. Есть плановая проверка, есть не плановая. Плановая проверка, она проводится спустя 3 года работы бизнеса. Ну, и вот мы к этому моменту готовимся. До этого момента никто не проверяет, только если внеплановая. За счет чего может произойти внеплановая? За счет некачественного продукта, допустим, если человек отравился, не дай бог, там, да, ну, вообще в других там точках. Ну, или там могут конкуренты. Ну, конкуренты меньше сейчас делают, потому что, ну-ка, как мне кажется, по моему ощущению, что все же работают на одном рынке, и все примерно все понимают, кто и что. И просто если начнется такая история, что и эти будут присылать сюда, и эти будут присылать сюда, пойдет огромный оборот, придется поднимать цены, потому что придется, наверное, давать денег. В принципе, ну, достаточно спокойно. У тебя, получается, фишка в гриле, и это жилой дом, ты внутри поставил гриль. Как это у тебя получилось? Первое, дом не является жилым. А второе, это сейчас уже можно использовать, например, джосперы, да, то есть джосперы или весты. Это закрытые мангалы закрытого типа, которые сделаны по всем нормам противопожарной безопасности. У нас аналог всей этой истории, за счет чего это достигается. Ну, вот, кстати, из затрат, опять же, вытяжка вместе с гидрозавесой и противопожарным клапаном, она обошлась примерно в 200 тысяч рублей. Принцип какой? То есть горят угли, поднимается пепел, да, поднимаются искры, и все чего боятся, что попадает в вытяжку, начинается пожар, да, и, соответственно, начинаются большие проблемы. А здесь идея какая, что сначала все, что поднимается, попадает под гидрозавесу, там идет постоянный поток воды, все это тушится, и уже отфильтрованный воздух уходит в вытяжку, в отдельно стоящую вытяжку. Ты, получается, вот в таком формате ресторана, ты думаешь ли сделать что-то в формате футукорта, либо каких-то небольших... Ну, ларек, ларек ты имеешь. Но смотри, с ларьками же ты сейчас знаешь, что намного сложнее стало. Да, 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 их сносят, во-первых. Во-вторых, нам не позволят, наверное, встать опять же из-за того же самого мангала. То есть, потому что очень много коммуникаций нужно. В чем проблема, как бы, сейчас современной шавермы? В том, что коммуникаций никаких. То есть, есть только свет, там, да, от какого-то генератора или проведенный. Воды там нет, канализации там нет. И я считаю, что это самая большая проблема с точки зрения санитарных норм. Единственный формат, это, наверное, который мы будем развивать, это футтраки. Я понял. То есть, помимо франшизы. То есть, футрак, это интересно. Как ты находил поставщиков? На что обратить внимание? То есть, на сертификацию, на качество, где делают и тому подобное. Естественно, нет, сертификация. Сертификация вообще, на самом деле, лучше всего обратить, с кем ребята работают. То есть, какой поставщик, с кем работает. Потому что самая важная при работе с поставщиками, это перебойность. То есть, чтобы поставки были постоянные. Они должны быть не то, что постоянно, а должны быть вовремя. Экономишь на продуктах, но по факту теряешь на прибыль. Ну, повышаешь риски просто. Да, повышаешь риски. Хочешь минимальное количество рисков, плати больше. Напишите сейчас в комментариях вопросы, которые вас интересуют на открытие заведения по подготовке шавермы. Какие вас вопросы интересуют, пишите в комментариях. Мы будем отвечать. Пишите, ставьте лайк этот выпуск. Делитесь этим выпуском с друзьями. Ну, если ты занимаешься бизнесом, о котором готов рассказать аудитории, пиши мне сюда в инстаграм. Вот здесь. Это был хайповый бизнес. Собственно, сегодня была шаверма. Если понравится и данный выпуск, это огромное количество лайков. Мы сделаем еще подобный. Поедем в какую-нибудь другую шаверму и сделаем еще подобный выпуск. Поэтому давай, шумакай, подписывайся, жми колокольчик и до следующих выпусков.